Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы продолжаем наш курс по изучению псалтыри. Наконец мы подошли к 68-му псалму. Это, как и другие лекции, записывается в Срединском монастыре, в актовом зале Срединско-духовной семинарии при участии портала экзегет.ру. В заголовке 68-го псалма на древнееврейском языке мы встречаем слово шошаним. Такое же слово встречается в заголовках 44, 59, 79-го псалмов. И в многих западных переводах вы встретите указание на лилию. Возможно, на лилию был похож музыкальный инструмент, который использовался при воспроизведении псалма – шестиструнный. Возможно, лилия – это указание на тональность исполняемой мелодии. Загадочное греческое надписание, которое стоит в эквиваленте к шошаним, о тех, которые должны измениться, о изменшихся по-славянски или о изменяющихся, но там стоит, правда, будущее время, тех, которые должны поменяться. По блаженному Феодориту Кирскому говорит не о лилиях, а об иудеях, переселенных в Вавилон. Они молятся и просят об освобождении. Псалом, как считает Феодорит, предвещает освобождение от рабства, возвращение и построение Иерусалима. 68-й псалом можно назвать типовым для библейских песен плача. В нем приводится описание проблем, с которыми столкнулся автор псалма, просьбы к Богу о помощи, жалобы и слезы, ну и, наконец, благодарности. Описанный в псалме исторический контекст, а также стиль повествования, делают этот текст близким по времени к временам пророка Иеремии. В силу этого далеко не все исследователи соглашаются, что автором псалма был указанный в надписании Давид. Даже если он и написал основную часть псалма, последние три стиха, в которых описывается спасение Сиона и восстановление городов Иудеи, как полагают современные экзегеты, скорее всего, были уже дополнены иным писателям, жившим непосредственно до или после изгнания в Вавилонский плен. Автор псалма настойчиво просит Бога об избавлении от беды. «Спаси меня, извлеки меня, услышь меня, скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее, спаси меня, да восстановит меня». Этими многочисленными подобными словами он словно поторапливает Бога. «Уже и воды дошли до души, мои я, и увлекает быстрое течение, поэтому он просит и просит, скоро услышь». Срочность указывает на остроту проблемы, которая описана в разных частях данного псалма. Псалмопевец страдает не просто так, но из-за своей преданности к Богу, и поэтому к Нему он обращается, чтобы тот справедливо воздал врагам по их делам. Рассмотрим детальнее содержание псалма. Второй, пятой стихи. Псалмопевец по шею в воде, он тонет в бездонном болоте, в болоте, в котором он пытается ногой нащупать точку опоры, а ее нет. Он погряз в тине, его поглощает морская пучина. Таким образом, языком, описывается приближение к смерти, падение в мир мертвых. Образ ямы, которая открывает пасть, чтобы проглотить, это, безусловно, образ ада, шиола. Метафоры падения в пропасть служат здесь способом передачи чувства глубокого отчаяния. Горло охрипло, или буквально высохло от воплей. Глаза устали от напряженного ожидания. Страдалец может только ждать и уповать на того, кого он называет моим Богом. Пятый стих подчеркивает то чувство страха, которое испытывает страдалец в окружении врагов. Они ненавидят его без причины. Они стремятся уничтожить его, выдвинув против него ложные обвинения, в том числе в воровство. По закону Моисея, украденное должно было быть возвращено хозяину. И к этому надо было прибавить пятую долю и принести пред Господом жертву повинности. Однако псалмопевец возмущен. Почему я должен отдать то, что я не отнимал? Зложелатели исполняют клевету о его воровстве. Они надеются, что простонародье поверит. Ведь так бывает, если что-то очень сильно разрекламировать, какую-то пакость, то доверчивые люди прислушиваются к поговорке. Наверное, дыма без огня не бывает. Шестой-седьмой стихи. Псалмопевец, конечно, признает свои ошибки, свое безумие, буквально все-таки глупости, и свои грехи, буквально вину, долги. Связь между грехом и последующим страданием прослеживается во многих текстах Ветхого Завета. Поэтому логично предположить, что пренепряжение законами Бога привело автора к неверным решениям, за что Бог и наказал его текущими несчастьями. Но это не означает, что псалмопевец признает, что в выдвинутых против него обвинениях есть истина. Пред Богом, безусловно, открыты все его недостатки. И поэтому он беспокоится о тех верующих, которые надеются и ищут Бога с оглядкой на его пример. Все происходящее с ним несчастье могут подорвать в них веру и заставить усомниться в Господе славы. Хотя у псалмопевца врагов больше, чем волос на голове, но он не один. Вокруг него общество верующих людей, которые позитивно или негативно, но все же реагируют на все то, что с ним происходит. В последующих стихах псалмопевец укоряет Бога в том, что ради тебя несу я поношение. Страдаю из-за ревности по доме твоем. Если допустить, что твой дом – это указание на храм, значит, как можно предположить, события развивались примерно таким образом. Энтузиазм царя по искоренению язычества привел к формированию многочисленной партии несогласных. Примеры таких религиозных противостояний в истории Древнего Израиля были, в частности, во время реформ царя Иосии. Ревность, зелотство по доме Божьим привело к отчуждению псалмопевца от его собственных родственников. Когда он постится и носит вретище, это не воспринимается как признаки сугубого благочестия. Над ним подшучивают и смеются те, кого бы мы сейчас назвали деловыми кругами. Сидящий у ворот – это уважаемые члены общества, облеченные полномочиями вершить судопроизводство. Площадь у городских ворот была местом, где старейшины встречались для вынесения общественно значимых решений или для ведения деловых переговоров. В местных кабаках об авторе псалма уже поют сатирические песни. Но то, что речь идет о местных тавернах или местах, где совершаются гулянки, говорит указание «пьющее вино». Язвительные поговорки, насмешливые песенки, прямые оскорбления – все это разбило сердце псалмопевца и привело его в состояние отчаяния. Слово «изнемог» встречается только в этом псалме. И, вероятно, это указывает на упадок духа, на чувство безнадежности, безысходности. Классической иллюстрацией подобного состояния являются жалобы пророка Иеремии. Цитирую. «О Господи, Ты знаешь все! Вспомни обо мне и посети меня, отомсти за меня моим гонителям, не погуби меня по долготерпению Твоему, Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание». Пророк Иеремии описывает насмешки, оскорбления и преследования, которые неслись в его адрес из-за его пророческого служения. Он, как и автор псалма, был на грани отчаяния, когда от него отворачивались единоплеменники и даже члены собственной семьи. В 14-19 стихах псалмопевец прерывает жалобы молитвой. Он не сетует на Бога, но готов дождаться благоугодного времени, когда Бог наконец явит Свою милость страдающему праведнику. У Бога великая милость, Его помощь надежная. Истинное спасение говорят о верности в спасении, на Него можно положиться. Благо милость Его, много у Него щедрот. Не скрывай лица Твоего в трудную минуту. Ни собственные ошибки автора псалма, ни злодейство его врагов не скрыты от Бога. Врагами по 21 стиху стали те, от которых он ожидал жалости, сочувствия, сострадания. Еврейское слово «нот» может означать также качать головой, жалеть. Но в ответ, к сожалению, псалмопевец получил насмешки. Он ждал утешителей, но никто не пришел. Состоянию псалмопевца близки стоны праведного Иова. Цитирую. «Помилуйте меня, помилуйте меня, вы друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня», пишет Иов. Получив в ответ только укоризны, тот же Иов с сожалением назвал своих друзей жалкими утешителями. Вместо того, чтобы пригласить страдальца на обед трапезу утешения, псалмопевцу преподносят желчь и уксус, яд, кислое вино, вызывающее отвращение. И, конечно, в данном контексте, ну уж никак не вписывается поговорка «на халяву и уксусу мы рады». 23-30 стихи. Столкнувшись с безразличием и поношением от людей, от которых он ожидал утешения, автор псалма не погрузился в депрессию. Напротив, он обратился к Богу с воззванием о возмездии. Молитва возмездия представляет здесь собой серию проклятий, в центре которых идея о справедливом воздаянии. Такая же, если не более суровая была реакция пророка Иеремии на гонителей. Иеремия пишет «Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением». Я не привожу весь текст, но если прочитать полностью текст 17-18 глав пророка Иеремии волосы станут дыбом. Какова же причина негодования Иеремии? Она хорошо определена в следующем риторическом вопросе. А должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Раз они предлагали желчь и уксус, то пусть их собственная трапеза станет для них сетью, западней, когда они думают и чувствуют себя в безопасности. Как глаза псалмопевца истомились в ожидании перемены на лучшее. Так теперь он ожидает, что в глазах врагов станет темно, в их глазах потемнеет. И здесь, может быть, даже речь идет о слепоте, они ослепнут. «Расслабленное чресло и пламень гнева» 24-25 стихи вероятно, это указание на физиологические заболевания, которые должны прийти на врагов в качестве Божьей кары. Псалмопевец ранее был отчужден от своей собственной семьи, а теперь он молится, чтобы опустили жилища и шатры врагов. Слова псалмопевца это не пустая жажда возмездия обиженного человека. Его гонители это те, кто сыплет соль на открытую рану. Они преследуют того, кто уже и так наказан Богом. Они усугубляют боль тому, кто уже и так весьма страдает. Посему он призывает Бога усугубить их вину, приложить им к беззаконию беззакония, воздать им, чтобы они не вышли сухими из воды, чтобы их безнаказанное поведение не стало примером для подражания другим легкомысленным людям. Поведение врагов не может считаться правдивым. Их имена должны быть стерты из книг живых. Нет им места среди праведников. Псалмопевец называет себя бедным и страдающим. Однако это не означает, что он готов пассивно переносить все издевательства высокомерного окружения. Напротив, он поет песнь тому Господу, который взыскивает за кровь и не забывает вопля угнетенных. В драматическом контрасте между обиженными и обижающими постепенно восстанавливается справедливость. Бог помощник восставит угнетенного, а обидчиков накажет. Конечно, книга живых это не синодик казначея монастыря, куда записываются все, кто сделали достаточное пожертвование. И не 144 тысячи праведников, которых записывают свои списки издатели журнала «Сторожевая башня». Книга живых это образ. Что означает этот образ? Закон Моисеев сводится до десяти слов. Деколог. Десять слов. Каждый из этих слов напоминает о одной из десяти Моисеевых заповедей. Согласно книге «Исход» Моисей выгравировал на каменных скрижалях, на табличках, на камнях эти слова, чтобы явить при спуске с Синая израильскому народу самое главное, что возвещает народу Бог. В последующем дописываются различные предписания в книге свитки Соферим. И в этих книгах читатель или слушатель, если эти книги зачитываются в Иерусалимском храме, он находит глаголы вечной жизни. В них он находит ответ на вопрос, как по-божески жить, чтобы Господь был с тобой, чтобы Он тебя благословил, умножил, дал тебе счастье в личной жизни. И вот книга с заповедями Моисея, а в последующем расширительно с законом Божиим, который включил в себя и Второзаконие, а потом сначала книгу Иисуса Новина, отсюда не только пяти, но потом в последующем и шести книжия сокализируются. Иисус Новин буквально записал слова в книгу и положил в ковчег. Итак, потому эта книга считается священной пятикнижия, потому что она полагается в священном месте, в качех завета, где были скрижали, как вы знаете, манна, жезл эраонов и так далее. Так вот, священное писание равно книга жизни, потому что она дает такие определения в жизни людей, которые действительно дают человеку от жизни радость. То есть это не просто формальный закон, исполняя который ты будешь гражданином государства Израиля, но это тот закон, который тебя путеводит к полноте восприятия окружающей действительности, к тому вдохновению, которое вселяет в себя окружающую действительность, начиная от пророков, заканчивая личным семейным счастьем. Итак, изначально книга жизни равно священное писание. этот же образ книги жизни мы встречаем и в Откровении Иоанна Богослова. А вот интересно беседа, встреча Иисуса Христа с Петром после беседы о хлебе жизни, 6 глава Евангелия от Иоанна, когда некоторые из последователей Иисуса усомнились и ушли на сторону надалече, они не могли себе представить, как можно вкушать плоть и пить кровь Сына Человеческого. Петр, Иисус спросил учеников, а не хотите ли вы уйти? И Петр говорит, куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. И тут такая игра слов, которая с одной стороны ставит знак равенства между словами Иисуса Христа и словами жизни вечной, словами заповеди жизни вечной и тем, что в последующем мы назовем Писанием Нового Завета, то есть евангельским Писанием, в котором эти слова приобретают статус заповедей. В этих Писаниях встречаются и имена, имена героев Ветхого, а в последующем и Нового Завета. Что такое библейская история? Библейская история – это история вмешательства или просто присутствия Бога в жизни людей. Но эта же священная библейская история нам показывает историю жизни людей, историю Авраама, Исаака, Якова и последующих людей вплоть до Иисуса Христа, а после Иисуса Христа, жизнь его апостолов и каких-то близких или более далеких учеников. И вот в этой библейской истории оказываются имена живых людей, простых, смертных, таких же несвятых, святых, как мы с вами присутствующие здесь на этой лекции, слушающие данную лекцию. Так вот, имена, вошедшие в библейскую историю, это имена людей, записанных в книге живых. Итак, второй образ имен, записанных в книге живых, это имена тех людей, которые являются важной составляющей для того, чтобы показать проявление Бога в мире. Эти имена мы потому должны знать по именам, потому что Бог через них, через эти личности явил свой промысел, свое попечение о людях, живущих на земле. И отсюда высокая важность памятования этих имен и высокий статус тех, кто называется по имени. Ну, например, в Ветхом Завете имена женщин нееврейского происхождения. Они важны, потому что они вошли в историю родословную спасителя Мессии. Рахав, Руфь или Версавия. А некоторые личности, которые, возможно, также сыграли большую роль в Ветхозаветной истории, остаются за кадром. Некий сириец, в неких случаях мы можем узнать, что его зовут Нейман, но в других случаях мы не знаем его имени. Ну, как звали Евнуха Эфиопской царицы. А ведь это высокий по своему государственному положению муж, но его имя, оно как бы не вписывается в эту историю. То ли по своей малозначительности, то ли потому, что не успели спросить, то ли потому, что статус этого человека не таков, как имя Марфы или Марии, как имя Соломии или других лиц, которые вошли в новозаветную историю. Итак, отсутствие имени уже по Новому Завету принижает некий статус. Присутствие этого имени это значит, что Бог о нем помянет, потому что как Бог может меня призвать, как Бог может меня помянуть, как Он может меня позвать только по имени. В буквальном смысле слова, если представить себе пастыря и его стада, вызволить какую-то овечку, ее к себе подтянуть, приблизить в какое-то иное место, на пышную пажить, ее вывести, можно, позвав по имени. Образ доброго пастыря с 10 главой Евангелия от Иоанна говорит о том, что знает пастух своих овец по имени. Имя очень важный принцип личного диалога между Богом и человеком. зная имя Божие человек может Бога призвать. Зная имя человека Бог может позвать человека. Вот каков статус этого имени. Это то, через что мы устанавливаем связь, мост, те скрепы, благодаря которым устанавливается единение, позвать по имени. Отсюда и этот образ быть записанным в книге живых. после Библии в Ветхозаветной и потом в Новозаветной появляются другие по статусу, но тем не менее также очень важные книги. Для Ветхозаветных людей такими статусными книгами были родословные. Быть записанным в такой книге живых значит войти в родословную того поколения, которое присоединяется к народу израильскому. Мы с вами, если хотим нарисовать родословную своей фамилии, как правило, рисуем древо, дерево. Вот ищем какого-нибудь прапрапрапрабабушку, прапрапрапрадедушку и рисуем их в корне. А дальше пытаемся исследовать, сколько у них родилось детей. Это уже ствол, внуков, уже появляются какие-то ветки. А сколько у тех появилось внуков, правнуков, эти веточки начинают разветвляться. Итак, на этом веточке мы находим какой-то листик, где вписываем свое имя. Вот такой образ древа нам говорит о некой родословной. И вот в посланиях апостола Павла есть образ прищепки, прививания. мы знаем с вами, что если какая-то яблоня дикая, но мы хотим на ней получить какой-то сортовый плод, то мы прививаем или сортовую веточку к крепкому стволу, ну, как правило, не наоборот. Итак, мы, чтобы получить сортовый плод, прививаем. И вот Христос себя сравнивает с виноградной лозой, по которой течет живительный сок. Но мы к этой лозе снова прививаемся по апостолу Павлу, прищепляемся. Итак, родословное древо, древо жизни нашего рода, это наше родословное. В новую заветную эпоху таким образом книги живых служили синодики, диптихи. То есть специальные книжки или свитки для поминовения живых или усопших на тот свет. И быть вписанным в такой синодик для византийцев, определенных периодов существования Византии, означало равно быть вписанным в книгу живых. И наоборот, когда записывали приходящие на исповедь кающиеся христиане свои грехи, и священник разрывал бумажку. Это служило символом прощения грехов. Отсюда очень известная фраза на славянском языке, которая вошла в православное богослужение. Раздери рукописание грехов наших. рукописание то, что я пишу от руки. Раздери, то есть разорви. То есть если Бог разрывает книгу, в которой записаны мои грехи, значит, он меня прощает. Следовательно, изгладить имя из книги живых по-другому не дать возможность этому человеку наследовать на небесное царство. Его там не помянут. Это не просто о нем там не будут молиться, он там не окажется. Итак, это очень сильный образ в 29 стихе. Да изгладятся они из книги живых. Есть три царя в библейской истории, имена которых не поминаются в родословной Иисуса Христа. Это потомки Иезавели, которая ввела в грех народ израильский времена пророка Илии. И вот Ахаз и Иезавель, они словно лишаются права войти в книгу живых. И таким образом, поскольку Бог наказывает до третьего или четвертого колена или рода три прямых потомка сын, внук и правнук, они как бы выпадают из библейской истории. Книги царств пишут о таких царях, как о нечестивых, недостойных, они не только сами воскурение ваалу совершали, но и народ в грех ввели. Вот они с точки зрения Ветхого Завета являются примерами тех, кто оказался невписанным или по-другому стертым из книги живых, потому что предполагалось, что все будет наоборот. Но поскольку они не ходили вслед отцов потомков Моисея, а ходили вслед чужих богов, поэтому они не вошли в список книги живых. Итак, с праведными они не напишутся, потому что они сами не захотели стать праведными. И вот тут есть такая игра слов, игра образов. Для нас проклятие. Может быть, кто-то смотрел соответствующие фильмы Александра Довженко с такими очень сильными образами, клянущие бабки, которые все вокруг себя поклинают. Так вот, для нас проклятие это наведение порчи, сглаза, то есть это зло желание другим людям, сказанное так, а может быть, еще при помощи магии, таким образом, что они действительно начинают работать, и другому человеку становится плохо. Его там крутят, он стонет, что-то болит, приходит на исповедь и говорит, батюшка, на меня навели порчу, вот я так болею, и вот не переубедишь такого человека, что ты на свои грехи посмотри, на себя, не батюшка, я вот уверена вот на все сто процентов, я видела, как соседка мне посыпала соль под коврик, все, хана, больше уже женщина думает, что не спасется, ей соль под коврик насыпали. Так вот, образ, да, не впишется в книгу живых, с праведниками, да, не напишется, это в какой-то мере констатация факта, он потому не написывается в книге праведников, потому что сам не живет праведно, то есть не Давид виноват в том, что он ему говорит, да будешь ты изглажен с книги живых, но сам человек виноват, что он живет таким образом, что он не достоин войти в книгу живых, но почему все-таки Давид не хочет с ним встречаться снова где-нибудь там в раю, потому что этот человек, который укоренился в злодействии, он и в раю создаст ад. На этот счет я уже чуть ли не отдельную лекцию прочитал по поводу двух стихов, вспомню очень пререкаемые пожелания и я не скажу слова, потому что в пересказе дам вам мысли святого Исаака Сирина. Он, как и святитель Григорий Низкий, допускали мысли, что наступит то время, когда все спасутся. И это сейчас является камнем преткновения в спорах, в столкновениях современных отечественных богословов в отношении того, будут ли муки вечными. Кто-то говорит, ну а как же Христос сказал в притче о страшном суде, что эти войдут в жизнь вечную, овцы, а козлища в муку вечную. Греческое слово, говорящего вечность, его никак не перетолкуешь. Там прямо сказано вечно. Так вот, к чему была мысль святого Исаака Сирина? Конечно, Бог любовь желает, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Но представим себе, писал святой Исаак, если Бог беспрепятственно всех на том свете впустит в рай, что произойдет? Часть людей, которые укоренились в преступлениях, они и в раю создадут ад, ады, потому что такова их натура, такова природа, что тогда рай разделится в сам себе. Будут там общества верующих, которые будут жить чисто и нравственно, и они будут сторониться, держаться отдельно от злодеев, которые будут составлять свои сообщества. И в таком случае и в раю будет работать выражение из первого псалма «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Итак, проклятие описано здесь, это не зло желания, а скорее воззвание к справедливости. Господи, но если уж ты обещаешь рай, то пусть рай будет настоящим раем, пусть преступники будут в тюрьме, раз они этого сослужили, а люди, которые сторонятся преступников, ну пусть они будут от тобой сохранены в каком-то ином месте. Ну вот приблизительно так мы бы могли сказать об этом образе очень многослойном, очень сложном, далеко идущем в отношении своих толкований, но очень справедливым с точки зрения праведности Ветхого Завета. Псалом завершается словами благодарности. Сначала речь идет от первого лица. Псаломопевец славит имя Бога в песне и превозносит в словословии 31 стих. Хотя слово, переведенное здесь как словословие, то да, означает в первую очередь благодарственное жертвоприношение, но псаломопевец дает ясно понять, что такая жертва сама по себе неприемлема для Бога. Славить Бога чистыми устами благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и копытами. Даже жертва зрелого крупного быка неугодна Богу, если уши человека не открыты для слышания и исполнения воли его. Если ранее псаломопевец выражал обеспокоенность тем, что происходящее с ним отрицательно скажется на немощных в вере, то после возмездия от Бога страждущие ободрятся, сердца ищущих Бога оживут, они придут в чувства, как после обморока. Все это является подтверждением того, что Бог действительно отвечает на просьбы нищих и не пренепрягает своими узниками. Узники равно пленники, заключенные в темнице или угнанные в плен, которые отбывают наказание на тяжелых работах. Если указанные здесь узники это те репатрианты, которые должны населить города Иудины, значит, речь идет о каком-то очень масштабном плене, в результате которого вся страна была разграблена, а население угнано прочь на сторону далече. Города Иудины опустошены, но в то же время в 36-м стихе мы видим намек на то, что Сион все еще населен. Сион это указание на Иерусалим, который, как и вся остальная часть страны теперь уже на грани опустошения. Верные Бога описываются как рабы его, уповающие на него, поклоняющиеся ему вопреки внешнему давлению. Они превозносят имя его. Описанное в 36-м и подобных стихах данной псалме ситуация очень напоминает ассирийское вторжение в конце 8-го века Дрождества Христова или ту напряженную ситуацию в Иерусалиме после восстания после Вавилона в 589-м году, когда страна стала на грани разрушения храма и окончательного Вавилонского плена. Личная благодарность одного человека за спасение от Бога постепенно превращается во всеобщую песню хвалы, в которой участвуют не просто все народы и царства земли, но весь созданный Богом мир. Хвалят Бога небеса и земля, море и все, что в них. 35-й стих. Потому что Он показал, насколько тверда Его непоколебимая любовь, верен ответ на просьбы ищущих Его. Он поддерживает в равновесии мир людей, Он поддерживает в равновесии всю Вселенную. Страдания псалмопевца легко помещаются в более широкий контекст тех трагедий, которые происходят с людьми не только во время ассирийского или вавилонского плена, но и в более близкое для нас время. Переживание угнетенного легко проецируется вообще на любого человека, который осознает, что его угнетение это те оковы, которые Бог наложил на его свободу или здоровье в силу предшествующего греха. Псалмопевец не может уйти в себя, прервать контакты с миром. Интенсивность его личной борьбы влияет на мотивацию борьбы других людей. Поэтому уйти в затвор, удалиться в пустыне, будет для него позором, потому что люди, которые верят в него, могут веру потерять. Его надежда на будущее влияет на надежду иных людей. Бог не является его личным достоянием, но его личный пример духовности является достоянием всей общины верных. Великий Пракимин «Не отврати лица твоего от отрока твоего» из 18 стиха призван исполняться высочайшим гласом на вечерние прощенного воскресенья и на вечерних во вторую и четвертую недели Великого Поста. Это пронзительное по содержанию и настроению песнопение пронизывает душу молящегося скорбью, но одновременно дает ему надежду на Бога. Пав на колени в Гефсиманском саду, Христос скорбел и тосковал со следующими словами «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Но он же одновременно выражал свою уверенность в Отце «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Плач Псалма, начинающийся со фразы «Спаси меня», заканчивается уверенностью «Бог спасет Сион и всех своих людей». Псалом 68 часто цитируется в Новом Завете, и потому его многие отечественные библицы считают мессианским. Стих 5 цитируется в Евангелии от Иоанна в контексте той ненависти, которую испытал на себе Иисус от ненавидящих его напрасно. 22 стих упоминается во всех евангельских повествованиях о распятии Христа Спасителя. 23-24 стихи в их греческом переводе появляются в размышлениях апостола Павла над причиной ожесточения иудеев иудеев, неприятие ими Спасителя Мессии Иисуса. 10 стих относится Павлом ко Христу и его примеру терпеливого перенесения злословий. В то же время изгнание торгующих из храма со словами «ревность по доме твоем снедает меня», описанное в том же Евангелии от Иоанна свидетельствует, что смирение Иисуса Христа не означает попустительство злодеям хозяйничать в доме Божием. Итак, авторы Нового Завета не просто цитируют тексты из псалмов как доказательство мессианского достоинства Иисуса, они размышляют над псалмами в свете новых знаний о Боге, открывшихся в их личной жизни, в жизни, смерти и воскресении Христа Сына Божия. Благодарю за внимание. Христа Христа Немного Христа 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 Продолжение следует...